Их невозможно не заметить. Они притягивают взоры, на них оборачиваются, их фотографируют. И чужими на этом празднике они не кажутся. Яркие косплееры и анимешники в детской библиотеке проходят необычный конкурс. Конкурс ТОП Косплеер Губкинского – это конкурс, где жители нашего города смогут перевоплотиться в своего любимого персонажа. В абсолютно любого, мы их не ограничиваем. А значит, можно дать волю фантазиям. И не просто перевоплотиться, а показать свой образ самой лучшей стороны. Героев для подражания участники выбирали разных. Из любимых мультфильмов и сказок, кинематографа, аниме и даже из компьютерных игр. Как, например, самый маленький участник – Вася. На конкурс он пришел со своей мамой. Мы оба персонажи – Бравл Старс. Сын Вася – он кто ты? Леон. Леон. Как он считает, самый сильный персонаж. Наша я – Джесси. Самый такой простой, кажется, персонаж. Но в нем все равно и своя изюминка. Были, конечно, сложности, потому что большинство я сделала сама. Шляпу, парик, мое орудие. Вот. Ребенку все попроще. Костюм для косплея не купишь в магазине, поэтому создать себе образ – целый квест. Кто-то шьет с нуля, ориентируясь только на свое видение. У кого-то – собирательный образ. Главное – внимание у косплееров к мелочам, потому что каждая вещь является частью цельного гармоничного образа. Раскрепоститься, показать себя и получить максимум удовольствия – это главная причина занятия косплеем. Бонус – научиться танцевать, шить, рисовать, завести новые знакомства и, если повезет, выиграть конкурс. На что надеешься сегодня? Хотя бы на победу в одной из номинаций. Ну и хорошее время проведенное. На каждое выступление по 30 секунд за это время надо успеть продемонстрировать собранный образ, раскрыть свои таланты и характер выбранного персонажа. У большинства участников получилось. Костюм я заказала, разрисовывалась долго сегодня, а так ничего трудного. Костюм заказывала, самое сложное, наверное, это тоже был макияж. Учитывая, ну, конечно, не так, как у Харли Квинн, но говоря про такие заначечки, как увеличение глаз под персонажа, это было сложновато. А что использовали? Да, ну, на глаза линза, остальное это чисто косметика по типу подводки, туши и тому подобное. Всего в конкурсе участвовали 30 человек. Звание топ-косплееров Губкинского получили Элла Рубанова в образе Круэллы и Карина Габдулхакова, представившая Манлес де Сеньору. Елена Канина, Денис Вильков, Новости Губкинского.